всем привет вы на канале крипто комманс и у нас с вами наконец-то закрылась месячная свечка за август начался сентябрь началась новая свеча и что можно сказать про августовскую свечку что закрылась она конечно не очень хорошо для быков тем не менее она все-таки не разворотная если считать что вот это был разворот и это дно то пока еще мы удерживаем вот этот вот уровень опять же это свечки японские обычно если посмотреть на хайка наши тут больше информации поскольку мы все еще в даун тренде и да ребята на самом деле так глубоко bitcoin еще не нырял не в плане процентов про в плане процентов то он как раз еще ему и есть куда упасть статистически всего на 75 процентов скорректировались но в плане как бы возвратов в плане того что мы уже опустились ниже чем предыдущий all-time high мы так не делали с вами никогда и ни разу за предыдущие циклы ну разве что если вот этот all-time high считать промежуточный в all-time high то мы тут опускались ниже и как вы знаете наверное если смотрите наш канал то очень многое говорит за то что мы уже на дне рынка и близится разворот разворот может быть затяжной нелегкий мы можем увидеть отскок потом снова спуститься на двойное дно до накопления и потом только уже пойти наверх плавно может быть вообще всякое и с учетом макроэкономической ситуации так далее как бы на мой взгляд биток уже давно должен стоить выше сотни тысяч долларов но как видите все происходит немного по-другому и хотел с вами поделиться еще вот этой картинкой из твиттера это поисковые запросы по слову рецессия наложенные на график смп если вы посмотрите где основная масса людей начинает гуглить рецессию обычно это происходит на дне рынка как и здесь так и вот здесь был всплеск так и здесь собственно коронадампе и сейчас поэтому я думаю что как раз все уже давно заложено в цену и этот рынок сможет действительно всех удивить как он обычно и делает и что мы здесь видим мы пошли в принципе по сценарию двойного дна который мы с обсуждали мы идем вниз по биткоину у нас все еще есть вот эту ультимативная поддержка сейчас на уровне 17 500 и по законам жанра это двойное дно скорее всего будет выше этой отметки ну типа как-нибудь вот так либо она конечно может быть и ниже этой отметки сложным заколом и моментальным оттуда отскоком так по идее происходит обычно на рынке если вы посмотрите за всю историю проанализируйте все движения цены тем не менее что мы видим что рынок слабый не только крипта и золото падает и фонда потому что dxy растет индекс доллара растет ребята ему тоже хочу вам сказать что осталось расти недолго по законам рынка он сейчас находится в параболической структуре и как вы наверное знаете прекрасно любая парабола она в какой-то момент ломается и dxy тоже осталось недолго возможно мы увидим сейчас финальную шпильку dxy и после чего он пойдет уже вниз более затяжную коррекцию тогда то собственно все рынки из-за туза монет и крипто рынок это не исключение крипто рынок это как раз основное по моему мнению что начнет очень сильно расти тем не менее в краткосроке можно торговать эту волатильность анализируя графики анализируя книгу ордеров вот мы видим что у нас очень сильная плита на 19 500 мы к ней снова подобрались и от нее вроде как начинаем отскакивать данный момент стакан достаточно плотный для того чтобы это дело все откупить и полететь на шортсквизах поэтому да и не забывайте что мы в альт сезоне мы находимся в альт сезоне ребята как это не парадоксально но многие альты показывают себя сейчас лучше чем биток тот же эфирчик кстати посмотрите как он неплохо себя ведет в отличие от битка он еще даже близко не опустился предыдущим значением в районе тысячи долларов там или даже 900 долларов это не значит что он не может сейчас опуститься все на самом деле он может но как мы видим из графика эфира к битку он сейчас находится пускай в локальном но в бычем тренде поэтому на мой взгляд сейчас неплохо пересиживать в альтах если вы в принципе сидите в крипте вот но и биткойн тоже не заставит долго ждать вы же знаете что вот мы можем посмотреть на график доминации да сейчас она валится и мы кстати об этом с вами много говорили что она валится пробивать вот это вот дно которое является не all-time дном а all-time дно у нас это вот это из семнадцатого года и похоже что мы все-таки пойдем его выбивать ребята по моему мнению невзирая на все вот эти желтые точки на дневке и даже ребята вот эту желтую точку на месяце она имеет смысл это желтая точка на месяце она говорит о том что скоро на месячном таймфрейме на меч на таймфрейме скоро это в течение двух лет мы увидим серьезный рост доминации но я думаю что перед этим будет закол в альт сезон и потом только разворот уже полноценной доминации btc то есть я все еще верю ребят что биток улетит на сотни тысяч долларов ближайшем обозримом будущем при этом выдаст соответственно всего там 5 10 иксов а многие монеты выдадут по сотни иксов то что мы видели с вами уже много раз так что не знаю как вы друзья а я накапливаю я накапливаю всю эту просадку торгую параллельно на байбите плавно разгружаюсь догружаюсь по эфиру все еще стою в лонгах победа тоже до разгружаю лонг по дэшу вот взял лонг по 44 с половиной думаю тоже что мы пойдем наверх потому что смотрите мы тремся у дна вот это вот канала можем конечно ложно его сейчас заколоть но в целом думаю что мы пойдем обратно куда-то на верхнюю границу канала для начала это уже уровень 60 долларов или полтора икса плюс минус поэтому действую как то так напишите как действуете вы лайткоин тоже сегодня кстати неплохо показывает силу и вообще вам хочу сказать про все вот эти свечки которые мы видим вот эти красные свечки они достаточно резкие но не продолжительные то есть видно что продавец выдыхается и покупатель начинает перехватывать инициативу по лайткоину тоже видите это двойное дно но более такое бычье потому что мы все еще не спустились ниже но ребята все может быть вы сами все знаете прекрасно эфир классик давайте еще глянем одним глазком эфир классик показывает слабость несколько раз стучится уже вот в этот уровень 31 доллар думаю что он его может пробить и спуститься куда-нибудь в зону как минимум этой предыдущей проторговки то есть уровень 23 27 28 долларов перед продолжением собственно уже полета на луну даже я думаю что в самом бычьем раскладе мы увидим как минимум касание вот этого предыдущего сопротивления уровень 28 где-то и потом только уже возможно он пойдет дальше так что как-то так я вижу сегодня рынок напишите как его видите вы все ссылки в описании в долгую to the moon ребята краткосроки боковик и ждем собственно нормальную волатильность чтобы было чем поторговать ставьте лайк если вам заходит такой контент подписывайтесь на канал обязательно если у нас новенький и телеграм-канал тоже обязательно подпишитесь там много всего интересного всем профит ролей кто не видел вчерашний крипто гон посмотрите обязательно там было много спикеров с разных каналов очень интересное разностороннее мнение потому что в отдельности у нас у каждого точка зрения а вместе мы создаем для вас круг озор поэтому все тем удачи до встречи а